Коллекцию макетов танков разных эпох створили могилевские школьники. Будовать боевую технику на уроках працы пропоновали наставники 23-ти средней школы. Инициативу поднимали в ушне. Что отрималось, глядите наступный репортаж. Знешний выгляд многих из этих работ и, на самом деле, задевляет докладностью дробных деталей. У своей первой макеты танков автор частки школьной коллекции Дмитрий Лужковский зарабил в девятом классе. Пусть отрималось о танке, школьник поспел презентовать на международной выставе у Санкт-Петербурга. Затекавленность миновита с ужасным танкопудовницем захватила Дмитрия Азробицы целых шерох макетов машин. Реальные модели, яких совсем недавно зашли из конвейеров. Это модель современного российского танка Т-14 «Термата». Изготовлен он из дерева. Корпус и башня из березы, а ствол из ореха. Башня прикреплена к корпусу при помощи шканта, то есть башня вращается. Ну и навесное оборудование из подручных средств, как вы можете видеть. Коллекция макетов — это 80 танков разных переедов. От техники, которая прошла бои в Великой Речиной войны, до сучастных боевых машин. Кожный макет не только браться с материалами, а и в улучшении истории. Королевский «Тигр» считался самым сильным танком Второй мировой войны. Создан он был в 1944 году. Ну, кухонные досточки хорошо, зайчики хорошо, белочки тоже хорошо. А если завлечь военной техникой, и это 100% сработало. В ближайший час школьники обещают презентовать коллекцию макетов субмарин. Павел Савицкий, Катерина Булукова, Александр Тарасов. Новинир, Геон.